добрый день задали мне такой вопрос как лучше со стороны государственного аппарата оценивать национальный брендинг как лучше проводить конкурсы на эту тему и должен ли исходить национальный брендинг от ну скажем так такого народного желания или его должны создавать специалисты по тендеру объясню как в моем понимании и из успешных кейсов как бы стран которые давно используют национальный брендинг как эмираты израиль собственно организовывали этот процесс ну смотрите первое это безусловно что национальный брендинг должен быть основан на исследованиях о них мы говорили в прошлом видео пожалуйста ознакомьтесь ним то есть это исследование архетипов и национальных традиций фольклора собственно образа народа до того ну как бы визии новой народа это вот если апеллировать к эмиратам и сначала проводятся исследования потом обычно действительно делается конкурс но конкурс делается среди специалистов то есть объявляется конкурс на открытый на работы и представление концепции среди собственно ну профессиональных компаний да то есть обычно это рекламные компании представляют свои краткие концепции после чего также есть жюри до которая собственно оценивает эти концепции и уже компании которая выиграла до дает ну собственно бюджет на дальнейшую разработку национального бренда и потом отдельно после того как прошла как бы разработка она представляется публике через метод пресс-конференции допустим да и в редких случаях бывает что общество как бы это не приемлет но снова же общество не приемлет то что разработано непрофессионально да то есть но уже я повторюсь если презентовать просто там логотип да где будет написано там не знаю словакия классное государство да то конечно но люди это воспринимать не буду да то есть но если специалист разработал национальный бренд на таком уровне как там национальный бренд эмиратов допустим да и его применение то обычно на уровне общественных обсуждений и презентации концепции это вызывает только положительные эмоции после чего проводится отдельный тендер на но собственно распространение этого национального бренда и дальше уже все зависит от бюджета государства то есть государство может это делать исключительно там скинуть на государственные органы чтобы они исполняли собственно этот национальный брендинг да ну в первую очередь это мид министерство иностранных дел это ну как министерство туризма если есть в государстве также муниципалитеты пользуются этим национальным брендингом если государства могут позволить себе больше ну допустим провести там международные соревнования да или они связывают национальный бренд с олимпиадой которая проходит у них в государстве или они могут экспансивно ну собственно презентовать свой национальный бренд допустим через свою авиакомпанию государственную да либо же через мероприятия публичной дипломатии то непосредственно ну на это выделяются отдельные деньги да отдельный план работ и безусловно это работает как со стороны ну скажем так встречи с естественным интересом то есть человек едет и он видит там допустим новый бренд казахстана из который сочетается с там программы и туризма по караганде да или же вот я уже делала лекцию приводила старая достаточно моя лекция приводила примеры по национальному брендингу финляндии да то есть и эстонии тоже очень интересно как они потом через визуальные продукты и через ролики до рекламные привлекали именно туристов свои государства вот допустим там есть такой стереотип они намеряли как финская баня да и собственно вот они обыгрывали в роликах таких достаточно шутейных что приезжай вот как бы это наверное был финской бане да ну ты не знаешь что там как это выглядит в финляндии вот также многие государства там допустим в этом туристическом бренде да они обыгрывают еще ну какие-то национальные особенности да вот но снова же основа национального бренда в отличие от туристического бренда да часто это может но не соответствовать одно другому в том что национальный бренд он должен быть тесно связан с национальной идеей да и ну нравится в том числе внутреннего внутреннего потребителя да не только тому кто приезжает на праздники отдохнуть поэтому есть попытки создать по-другому да то есть попытки ну скажем так создание национального бренда через но общественное творчество да то есть когда у каждому человеку в целом говорят нарисуй к государственный логотип да вот это ну не совсем правильно да потому что все таки ну должны презентовать специалисты этот брендинг эти концепции и желательно чтобы в отборочной программе тоже но принимали участие специалисты я вам приведу другой пример 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 из memory study да то есть когда формируются концепции каких-то мемориалов вот я один из моих коллег организовывал визит в относительно новый музей 911 до трагедии 911 он там принимал участие в создании этого музея и мне проводили там вот снова же экскурсию с таким акцентом как именно это создавалось да то есть как команда работала и снова же ну такие вещи да которые очень глубинно затрагивают каждого потребителя да они непосредственно создаются безусловно специалистами тогда это достаточно образно тогда это работает тогда это ну создается действительно на века и этот пример вы можете положить посмотреть также в моих постах спасибо большое надеюсь вас будет успешно создание национального бренда и всем успех